Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь неленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит. Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя, как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени, трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени – отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать, выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов, что наши опасения оправдаются. Предлагаю узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те или иные действия. Например, вы хотите начать бегать по утрам, но вам лень просыпаться рано утром. То есть у вас нет достаточной мотивации для этого. И вы выбираете подольше поспать. Задайте себе вопрос. А для чего я должен бегать по утрам? Что я получу от этого? Ответ может быть таким. Хочу похудеть. Хочу обрести более спортивную форму. И так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос. Для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка? Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке? Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации, вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение. Покой заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете места для лени. Но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя. Стали любить и уважать себя еще больше. Как следствие, самооценка стала выше, и вы захотите поддержать уровень довольного собой состояния. Когда стоит выбор быть энергичным и успешным или оставаться ленивым всегда, при любых обстоятельствах, выбирайте номер один. Ваш организм постепенно привыкнет к постоянным действиям, и вы будете всегда наполнены высоким уровнем энергии и душевным подъемом. Ведь организм вырабатывает столько энергии, сколько ему необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!